А начну я с анекдота про армян. Однажды Господь спустил с небес Адама и Еву, а те увидели под деревом закутывающих долму. И Адам спрашивает у Господа, кто это? Господь отвечает, не знаю, они уже здесь до меня были. Это анекдот, но реальность показывает, что армяне любят принимать за действительное и за историческую действительность всякого рода анекдоты шутки. И это так, это действительно так, и в этом вы убедитесь сами. Предки испанцев это народ из Армянской Каппадокии, армяноидной расы. Предки немцев это Киликия. Предки немцев это Каппадокия, Гомирк. Предки англичан это область Англтун, провинция 4-я Армения, который в древних источниках переводился как Дом Орлов. Славяне тоже, кстати, происходят от армяноидной расы, и они относятся к 3-й Армении. Представители армяноидной расы – это одна из самых первых представителей на Земле. Представители армяноидной расы – носители культуры на Земле. Паркай Базук. Вот та волынка, которой так гордятся шотландцы, на самом деле ее изобрели древние армяне. Народ Амалек – это предки армян. И амалекитяне жили на территории современного Израиля. То есть все земли, которые сейчас называются Израилем, они принадлежали народу Амалек. Трагедия заключается не в том, что эта женщина носит вот эту чушь, а в том, что вот человек, который сидит рядом с ней, Вадим Арутюнов, бакинский армянин, дает площадку этой женщине для того, чтобы она травила своей билибердой мозги молодого поколения. И в этом они преуспевают. Этот Вадим Арутюнов сегодня сидит в центре России, как я уже не раз говорил, доказывает всем, что славяне произошли от армян, что теракт в московском метро совершили, в 1977 году совершили не армяне, что профессионалы КГБ тогда допустили грубейшую ошибку. И это не группа Затикена, которая на суде говорила, что месть, месть, еще раз месть. То есть это не они совершали, и не они убили мирных жителей в московском метро. Несколько слов о российских миротворцах. Как я уже говорил, Владимир Путин, президент России, не раз говорил о том, что Нагорный Карабах, что Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана, международно признанная территория Азербайджана. С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Сам Нагорный Карабах это тоже с точки зрения международного права тоже Азербайджан. И вот недавно появляется фотография, на которой российский миротворец вместе с армянской девочкой позюрят перед камерой. А в руках у них какое-то тряпье незаконное. И этим самым российский миротворец плюнул в лицо Путину, своему главнокомандующему, говоря, что он не признает ни его заявлений, ни его слов о том, что Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана. Если бы он признавал, то и этой фотографии не было бы. Ну что тут сказать? Грош цена Путину и его заявлениям тогда. Если уж российский миротворец не признает своего главнокомандующего. Как тогда нам относиться к Путину и его словам? Последние дни очень много говорится о том, что армянские жители Ханкензея, то есть граждане Азербайджана, армянской национальности, живущие в зоне ответственности российских миротворцев, подходят к российским миротворцам, вызывают азербайджанских военных и просят им, чтобы им дали работу. И они готовы принять гражданство Азербайджана. Это так. Армяне в Ханкензе живут в очень тяжелых, даже нечеловеческих условиях. И вина за это ложится на плечи тех, кто не допускает вот этим обычным гражданам, этим обычным армянам интегрироваться в азербайджанское общество. Это всякого рода преступники, вроде Виталия Балашаняна, какого-то Арутюняна, и тех, кто создает разделительные линии между азербайджанским обществом и гражданами азербайджано-армянской национальности, которые вот сейчас живут в Ханкензе. Но есть выход из этой ситуации. Месяца через два или три в Ханкензе и в других частях Карабаха начнется зима, похолодает и будет жить неимоверно тяжело. И что тогда будут делать вот эти армяне? Им не стоит бояться нас. Они ведь не говорили с нами. Им это не разрешали. Их не допускали к диалогу с нами. Какой-то Виталий Балашанян, преступник, не разрешает армянам, обычным армянам, живущим в Ханкензе, начать диалог с азербайджанцами. Только лишь потому, что он знает, что он будет отвечать за свои преступления, совершенные в 1992 году в Ходжала. Другой какой-то Арутюнян знает, что он будет отвечать за свои преступления, совершенные недавно, два или три года тому назад в Карабахе. И поэтому не допускает обычных армян начать диалог с азербайджанцами, с обычными азербайджанцами. Вышвырните их, откажитесь от них и придите к азербайджанцам. Начните диалог. Расскажите о своих проблемах, и вы точно знаете, что за несколько недель все эти проблемы будут решены. Вас не допускают говорить с нами только лишь потому, что этого требуют преступные интересы, какого-то Балашаняна, Пашаняна, Кочаяна, Сарксяна, Арутюняна, Оганяна и других. Единственная проблема в этом. И те, кто строит разделительные линии, разделительные стены между азербайджанским обществом и армянами, которые живут в Карабахе, в Ханкинде и в других местах в зоне ответственности российских миротворцев, вот те не хотят, чтобы был мир между армянами и азербайджанцами. Откажитесь от арутюнанов, от пашинянов, от балашанянов, от аганянов и всякой этой швали. И вы будете жить. Жить, как люди. Жить, как никогда не жили за эти последние 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok